Школу на 1200 мест на улице Платуна Клятый в Суворовском начали строить в апреле 2023-го. Подвал готов полностью. Первый этаж на 90%. Там укладывают плитку, ведут малярные работы, по этажам прокладывают инженерные коммуникации. Закупку мебели и техники уже начали. На оснащение выделено 256 миллионов рублей. К сентябрю следующего года здесь будут современные классы, актовые спортивные залы, бассейн. Как только подрядчик будет приближаться к завершению работ, готовые этажи нам передают. Мы параллельно начинаем монтировать, ну в общем расставлять, чтобы сократить сроки ввода, ну в целом получение объекта уже под образовательный процесс. А пока городским властям поручение от рабочей группы правительства во главе с первым замгубернатора. Ваша задача разместить детей первоклассников по школам с учетом имеющихся площадей 75-й школы, одного модуля, второго и так далее. А вот эту школу готовить к первому сентября 25-го года. Второй объект – школа на 1600 мест на улице Дмитрия Петрова. Строительная готовность ее перевалила за экватор, а первый звонок тут прозвучит в сентябре 2026-го, как изначально и планировалось. Акт ввода в эксплуатацию вы планируете подписать в марте 25-го, так? Не поздно. Внесите в протокол, пожалуйста, март 25-го. Хорошо. А стройнадзор, что нам скажет Ярослав Владимирович? Понятный объект? Все понятно, и объект понятный, подрядчик. Все вроде в сроках. После объезда рабочая группа провела совещание в новых модулях 75-й школы. Еще раз обсудили сроки работы с учетом возникающих нюансов. Первый замгубернатора поручил точно определиться, кто будет оснащать школу на Петрова – инвестор или город. Еще один важный вопрос – комплектование штата. Тут город активно работает с ЮФУ. Выпускникам этого года, которые пойдут работать в Суворовский, готовы компенсировать 15 тысяч рублей на аренду квартир. Рассматривается вопрос предоставления служебного жилья. Если в целом охарактеризовать, мы движемся по дорожной карте. 1 сентября дети, первоклассники микрорайона Суворовский сядут за парты, и город гарантировал, что никаких вопросов не будет на следующем заседании рабочей группы. Послушаем город и Министерство культуры Ростовской области по строительству объектов культуры на ближайшие три года. Говорили и о будущем дошкольников. Два детсада на 200 и 250 мест проектируются за счет бюджета. Контракты заключены в марте. И до конца года нужно получить положительное заключение госэкспертизы. Еще два садика в Суворовском построит инвестор. Дмитрий Сумской, Юрий Санкин, Первый Ростовский.